здарова здесь ты увидишь небольшой отрывок стринга практика где мужчина рассказывает о появившемся у него чувстве превосходства а что такое это чувство превосходства для меня лично это просто ощущение уверенности в себе в любых жизненных вопросах в тех или иных и здесь я решил показать тебе то как может поменяться самоощущение мужчины и любого мужчины твое в частности от того что ты начинаешь интенсивно и правильно общаться с женщин от этого общения ты начинаешь получать вот это вот ощущение чувство превосходства и самое приятное то что это чувство превосходства она распространяется и на другие сферы жизни и можно много спорить здесь обязательно с ребятами пишут да причем есть самоуважением самооценкой женщины мужская самооценка должна складываться чего-то еще там превосходство и так далее безусловно но я говорю свой опыт и опыт многих моих учеников то есть в моем случае это сработало когда-то я реально был абсолютно я сейчас мягко говоря не богат абсолютно закомплексованным бедным человеком просто ходячим набором тараканов всевозможных комплексов ограничений рамок чего-то еще и в моем случае женщины сработали как такой отличный катализатор пинок который включил все желания все цели все какие-то стремления убрал в каких-то моментах это страхи то есть он сработал правильным образом и в итоге моя жизнь сильно поменялась за эти годы и как минимум в финансовом плане это уж точно как ни странно женщины стали для меня таким толчком к зарабатыванию денег а не к тому как некоторые думают что они только высасывают из вас ресурсы как это происходило в моем случае я начал общаться в том числе с теми девушками у которых финансово было все намного лучше чем у меня и это тоже меня мотивировало зарабатывать то есть неважно там их заслуга не их заслуга и зарабатывать не ради того чтобы получать этих женщин я уже получил к ним доступ благодаря этим навыкам зарабатывать потому что мне хотелось я видел реально одно дело когда тебе рассказывать что есть то то тот или ты смотришь в интернете другое дело когда ты едешь на этой дорогой тачке и думаешь блин это же круто я хочу тоже или она куда-то поехал отдыхать а ты не можешь ты блин я тоже хочу то есть и ты говоришь сам себе та жизнь которой они жили она для них казалось обыденностью для меня это было нечто сверхъестественное поэтому эти женщины как бы невольно становились для меня некими информаторами о том как может быть плюс опять же я общался с их кругом общения с какими-то их друзьями мы пересекались с кем-то еще и я видел как люди живут то есть в первую очередь материально это меня очень сильно вытащило потому что я чуть ли не в прямом смысле слова открыто спрашивал людей как они зарабатывают на чем что они делают и так далее потом когда у меня уже появились свои клиенты и многие из этих клиентов были вначале намного финансово успешнее чем я я у каждого из них чему-то учился то есть как бы женщина для меня стали таким толчком как снежный ком который потом все больше и больше вот эти вот прозрения в плане каких-то там избавления каких-то негативных программ установок целей чего-то еще они все больше и больше увеличивались и наматывались и в общем теперь я с этой стороны экрана а ты пока еще там и я на своей шкуре знаю что это за чувство превосходства когда есть красивая девушка а этого очень многим не хватает самоощущение хоть ненадолго хоть на чуть-чуть вот этого вот вкусного приятного ощущения чтобы блин да я крутая молодец я могу я лучше в чем-то они того что обычно люди себя чумырят и гнобят когда идет какая-то красивая девушка и на нее поворачиваются все мужчины в этом торговом центре ну просто поворачиваются и ты идешь мимо и думаешь да блин она даже не в моем вкусе но принципиально я сейчас пойду и возьму ее номер там еще обниму чтобы все видели это чтобы это потешило мою самооценку да возможно это глупо и смешно и по-детски но для кого-то это является таким приятным и вкусным ощущением что потом он начинает дальше уже развиваться в каких-то других моментах и ты идешь знакомишься и все круто поэтому ребят я каждому из вас желаю испытать это чувство превосходства и собственно говоря смотрите видео до конца с 6 по 9 октября я вместе с моими коллегами жду вас на своем тренинге практика в котором каждый из вас это ощущение испытает гарантированно просто в этот момент я понимаю что просто вместо того чтобы думать я действую ощущение такое что я просто взламываю эту игру и при этом понимание того что на самом деле все этим озабочен но озабочена мужчина озабоченная тем чтобы найти какую-то красивую девушку познакомиться с ней девушки озабочены тем чтобы на них обратил внимание красивый мужчина ну соответственно проявил чем ты добился и вот у меня были ощущения вчера как у сереги тоже когда идет девка симпатичная которая мне нравится я уже я уже к ней да это еще один бонус потому что ты будешь понимать что это реально некий такой путь к доминированию это чит-код ты говоришь мне можно а вам нельзя причем кстати про Юрина в России мы вспомнили все что случайно сегодняшнее но это реально прикольно это еще один бонус вот это знаешь такое некое тщеславие leyening jedem положительDas huge позитивно реагировала георова и пакове эгелого знакомства и взял телефону-теlefone перевела знакомстве таким образом я говорю 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 о себе а себе себе а тебе о себе говорю она реагирует streaming я applause выдержала весь этот набор эго моего, то есть поэтому, ну, давай с тобой продолжим, ну, давай с тобой общаемся, ну, продолжим общаться. И уже, как бы, перевел обычное знакомство, и была очень классная позитивная реакция. А упражнение Генни Альфа, ну, как бы, вот эта тема, которую я в себе носил, вот это долгое время, жевал какую-то свою уязвимость, с которой я внешне старался, ну, нет, я такой непробиваемый вообще, а когда надо, ну, говоришь людям о своей, как бы, самой большой уязвимости, и такой, и ничего не происходит, то есть и, наоборот, чувствую себя... Да, груз в плеч, и вместе с этим, наоборот, чувствую себя еще сильнее, вот, от того, что я, как бы, скинул это, и вроде показал свою уязвимость, но при этом стал еще сильнее. Ну, еще такой момент могу вспомнить, когда я подошел к одной девочке, начал ее открывать, она такая, прям, ну, реагирует вроде позитивно, но при этом стесняется, и такая, типа, прям, если себя не находит, я ее продолжаю открывать, 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 она встает, убегает, короче, я поворачиваюсь, а там стоит ее парень. И ничего с этим не делает, да? Нет, ну, была, вместе с этим, какая-то, наоборот, позитивная реакция, он такой, мне, типа, классная попытка, парень. Ну, я такой, тоже... Классный парень попался. Плюс, он у меня всегда подумал, начать не забыть. Ну, как-то все равно, вроде бы, это такой момент, при этом позитивный, и ничего в этом плохого, как бы, не было. Да, конечно. Спасибо.